Здравствуйте, меня зовут Лидия Корчевна и с вами YouTube канал «Все наоборот». Я больше 20 лет занимаюсь образовательными, рабочими и культурными программами в Австралии. Мало того, я сейчас даже живу в Австралии. По возможности я буду вам рассказывать все об Австралии. А еще обязательно буду говорить об эмиграции и возможности переезда в разные другие страны, ведь все на свете познается в сравнении. Надеюсь, вам будет интересно. Сегодня в свойственной мне манере решила сказать несколько слов об Израиле. Многие соотечественники рассматривают эту страну как один из возможных вариантов для построения своей жизни. Итак, если вы имеете еврейские корни, либо вы член семьи инвалида по пятому пункту, кстати, если вы не знаете, что это инвалид по пятому пункту, то вам таки туда не надо. Ну, перейдем наконец к делу. На самом деле в Израиле ехать очень даже надо. И там может быть счастливым каждый человек. Я сама, например, очень люблю Израиль. Он цветной, веселый, разный. В нем живут потрясающие люди. Там интересно жить, отдыхать, любить. Это страна для тех, кто хочет прожить осмысленную и наполненную событиями жизнь. Но для того, чтобы быть счастливым в Израиле в большей степени, чем где-либо, эту страну надо полюбить. А для этого необходимо стать или быть частью еврейского проекта, когда помимо своей малой семьи есть еще большая семья, делящая горести и радости, ссорящаяся и даже кричащая друг на друга, но любящая и заботливая. Если вы не являетесь частью этой большой семьи, не ассоциируете себя с еврейским народом, его традициями, культурой, историей, если в вас о семье не знают слово «Холокост», а бабушка никогда не готовила с утра яичницу с мацой, а дедушка не махал рукой и не говорил «Халоймос» или это все не происходило в семье вашей очень любимой жены или мужа, на вас в Израиле навалится армия для всех достигших совершеннолетия, включая девушек, довольно непростой язык иврит, нравится, нет, надо учить, ужасные цены на все, понятно почему, если непонятно, тем более вам туда не надо, летняя жара, довольно бедная относительно стран первого мира жизнь, ближневосточные пейзажи, тянущая жилы бюрократия, ужасная несовременная и запутанная банковская и социальная системы, арабы на каждом шагу, большинство из которых почему-то считает, что вы не имеете права на существование. Время от времени у них случаются обострения в виде желания всех вокруг перестрелять, взорвать и зарезать. Верблюды, лежащие на дорогах, очень раздражают. Это бесконечные праздники, когда никто не работает, разгуливающие всюду евреи в лапсердаках и норковых шапках. Каждая суббота испытания нервной системы, называется шаббат. Бесконечные вереницы туристов со всего мира, приезжающих на святую землю, как филиал шопинга по продаже ритуальных услуг. Пальмы раздражают, как верблюды, но через некоторое время, а потом все сильнее и сильнее. Воздушные тревоги во время получения милыми соседями очередных порций иранских инвестиций, приступа ощущения собственного величия, ревности и накопления достаточного количества металлических трубок с порохом, гранат и прочей дряни. Чтение надписей справа налево и никак иначе. Просто большое количество евреев вокруг. Подытожу, если вы имеете прямое отношение к потрясающим и древнему еврейскому народу, ощущаете себя или хотите себя ощущать его частью, Израиль – прекрасное место для жизни, со всеми возможностями для развития личности и образования детей. Если вы недавно и совершенно случайно узнали, что ваша бабушка на самом деле не Марь Ванна, а Розалия Самуиловна, всю жизнь это скрывало в страхе перед любимой Родиной, а вы просто имеете право на переезд, но к еврейской идее имеете лишь то отношение, что вам нравится Михаил Жванецкий. Вам там делать совершенно нечего. Лучше даже не начинать. Это почти на 100% не ваш путь. С вами была Лидия Корчевна и все наоборот. Ютуб-канал об Австралии и обо всем на свете. Сегодня вот поделилась мыслями об Израиле. Если есть вопросы, пишите на e-mail, вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, о своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отцов, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!